В паблике Нью Сызрань соцсети ВК рассказали, что футбольное поле в городе признали опасным для людей. В ближайшее время на спортивном объекте на улице Пархоменко предстоит устранять недостатки. Доступ на поле пришлось ограничить. Причина для этого веская. Городские службы заботятся о безопасности сызранцев. На сайте комитета ЖКХ сообщают, что во время выездного мониторинга выполнения работ по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» было обнаружено несоответствие монтажа ворот на футбольном поле нормативной документации. В чем заключается эти несоответствия, не уточняется. Вход на футбольное поле сейчас заклеили специальной лентой. Когда вновь откроют, не сообщается. Сызранцы не понимают, почему закрыли футбольное поле. По всему городу люки открыты, стены падают, мусор и горы. А тут такая забота. Заботливые вы наши. Мы растроганы. Прям до слез. Иронизируют горожане. Все, что касается детей, в Сызране позакрывали. И спортшколу за Сызраном, которой сто лет было и на ремонт денег нет. А на торгушник на этом месте деньги нашли и быстро. И спортгруппу Субботина на Образцовской. И стадионы все закрыли. И тоже денег нет. На непонятное благоустройство пожаловались в паблике «Черный список Самара». На улице Потапова кто-то умудрился поставить шашлычные ларьки с дверями с прямым выходом на велодорожку. Место локации – район остановки общественного транспорта улицы Потапова. На московском шоссе. Напротив ЦАВ. «Вы это считаете безопасным?» – негодует автор. Человек, выходя из павильона, попадает под колеса электросамоката или велосипеда. А рядом еще и стеклянная стена. Как минимум два человека станут клиентами скорой помощи. Здесь нужно срочно перенести разметку. В комментариях развернулась дискуссия. Часть читателей напомнили, что по новым правилам велодорожка является участком дороги, на которой действуют все правила дорожного движения. А если на дороге будет что-то лишнее, например, коляска, дверь, ящик, человек, машина, то это можно сбить и тебе ничего не будет. Ну, кроме случая с человеком.